Габдула Тукай. Сказка про козу и барана. Жил-был мужик с женой в былые времена. Бедна их жизнь была, убога и скудна. К тому ж баран с козой кормились у людей, Но всё равно не кормленных худей. Сказал однажды муж, гляди, жена сама, На сено денег нет, а в скорости зима. Барана и козу нам покормить не в мочь. В пустую ведь едят, пускай уходят прочь. Не спорила жена. Пускай давно пора. Согласна я взошел и согнать их со двора. Чему на свете быть, того не миновать. Уж сколько кормим их, а не видать добра. А что баран с козой, бедняки из бедняк? Хозяин порешил, и значит, будет так. Несчастные, пошив один большой мешок, Пустились в путь, куда укажет пасашок. Идут они молчком. Какие тут слова! В глазах у них темно, не радует трава. Как долго шли они? Про то Аллах узнать. Вдруг около тропы, глядь, вулчья голова. Боятся подойти. Ведь робок нрав у них. Баранку глиф. Коза трусиха из трусих. Стоят у головы, дрожмят, дрожат кусты. Друг другу говорят. Хватай. Нет, лучше ты. Ты, дядечку баран, твердит, каза. Сильней баран твердит. Зато ты, борода, смелей. Чтоб страшную башку да за уши поднять. Где ему отваги взять? Где храбрости занять? Дальгунько так они им мялись и тряслись. В конце концов взялись и с духом собрались. За оба уха в раз подняли страшный груз. Раскрыли свой мешок и пустились вниз. Опять пошли они. Конца дороги нет, друг видит. Среди стволов горит какой-то свет. Сказал баран козе, бредущего пятам. Давай, коза, пойдем и заночуем там. Волкам-то ведь к огню никак не подойти. Зубастого костра никак нас не найти. Устала и коза с бараном заодно. Что ж, милый друг, идем, поскольку решено. Баран с козой к огню приблизились сквозь мрак. И отороп взяла несчастных бедолаг. Там волки вдруг вкруг костра расселись на земле. Для варева вода кипит в большом котле. Стоять баран с козой остались не спеша. Да в чем угоримых и держится душа. Приветствуем, друзья. Небось не ждали нас. Сказали все же себя приободрить спеша. Коза да с ней баран. Вот радость-то волкам. Явился кочегу, желанный ужин сам. Обою сгложим враск. Какая красота! И мясо на зубок, и каша не пуста. Но, говорит коза, друзья, зачем тут жить? Мы с мясом можем всем на славу удружить. Чего глядишь, баран? Достань-ка из мешка. Припасть! Ты что, забыл? Там волчья есть башка. Лишь вынул из мешка свой страшный груз баран. Отпешил волчий стан. Поплыл в газах туман. Коза тотчас поняв, что взял волков испуг. За словом осердясь не лизит в карман. Коза барану как закричала мея. Ведь дюжина была голов у нас сумея. Не может разве счесть гостей глупец баран. Башку-то покрупней достань скорее, болван. Смекнув, что без труда получится обман, Но вскоре из мешка башку извлек баран. Пришла к волкам беда. Не шутит ведь коза. Трясутся, пасть раскрыв и выпучив глаза. Не нужен ужин им, не нужна еда. Одна лишь мысль у них. Куда сбежать? Куда? На пасть пришла к волкам. Ох, господи, прости. Как от напасти той им ноги унести? Поднялся с места вдруг огромный старый волк. Седой, бывалый волк и в жизни знающий толк. Сказал, я принесу в котел еще воды. Сгорит ведь ужин наш и пропадут труды. Волчище так сказал и канул в лес. Привет! Все ждут, пождут. Воды и волка нет, как нет. Уже устали ждать. Сгустилась ночь вокруг. А волка главаря, как есть, простыл и след. Оставшихся волков обеременят вновь и скук. Теперь вожак сбежал, покинув тесный круг. Сказал другой, куда же делся водонос? Пойду его искать. И ноги в лес унес. Сбежал, понятно, но осталась стая ждать. Хотя для всех нашел он повод убежать. Исчез и следопыт. Опять часы идут. Чего здесь ждать еще? А волки ждут и ждут. Так от напасти злой гуськом за волком волк В великом страхе в лес чуть ноги уволок. Вздохнули и беззабот коза и наш баран. Когда свободен стал зловичий волчий стан. У жаркого огня уселись развалясь. И кашель досталь из котла наелись не таясь. Насытись от костра, не вздумали вставать. Близи огня в тепле остались ночевать. Там выспались они и с утренней зарей. Мешок свой захватив с волчиной головой. По лесу путь продолжили друзья. Пускай завершена история моя. Продолжение следует... Продолжение следует...